Добрый день, вы смотрите программу интервью дня. Эталон женственности француженки. Такой стереотип распространен среди мужчин и женщин. А как отмечают во Франции Международный женский день 8 марта? Узнаем у нашего гостя. Сегодня у нас в студии представитель Франции, лектор Данилово. Данил, здравствуйте. Здравствуйте. 8 марта праздник весны, Международный женский день. В России традиционно он ассоциируется, наверное, с главным весенним праздником, это тюльпаны. Во Франции отмечают 8 марта? Расскажите, пожалуйста. Во Франции это не очень популярно. Раньше я прилетел здесь, я не знал, который был праздник. Но во Франции это политический праздник против... То есть то, что изначально, в принципе, было и в России, потому что праздник придумала Клара Цеткин, и он как раз ассоциировался как защита прав женщин. Вот некий такой акцент о значении женщин в обществе. То есть у вас все-таки этот исконный вариант остался. Потому что, допустим, в России сейчас это просто праздник весны. Да. Вообще какие-то праздничные мероприятия все равно проходят или абсолютно ничего во Франции? Никак не поздравляют, никакие подарки не дарят? Абсолютно ничего во Франции. Обычный день? Да, да, да. Это обычный день, да. Хорошо. Тогда такой вопрос, в принципе, для французов, да, оказывать знаки внимания женщинам. Насколько это повседневная, скажем так, обязанность, работа или это стереотип? Нет, это необычно, я думаю. Это тоже не популярно во Франции подарить цвет, цветы и шоколад, например. Почему я не знаю, окей, Франция это романтическая страна, но это не очень популярно. В России это больше популярно, чем во Франции. Какие-то подарки делать? Но, тем не менее, мне кажется, в России все равно чаще подарки делают на праздники. А вот просто прийти, подарить букет цветов? Да. Во Франции? Во Франции. Во Франции. Это можно каждый день, конечно, дать цветы и все, но это не очень популярно. Это не очень популярно. Нет. Вот и верь потом, что Франция очень романтичная страна. Давайте поговорим о француженках. Да. Потому что есть еще такое мнение, что француженки самые красивые девушки в мире. Вы согласны с таким мнением? Да, конечно, потому что я француз, но я тоже думаю, что французские люди думают, что русские женщины очень... Ну, сами красивые в мире. Это, что мы думаем, да. Но это наоборот в России. Я думаю, люди, русские люди думают, что это. Думают, что француженки самые красивые. Да, да. А как давно вы находитесь здесь, в Барнауле? Вы же сейчас живете здесь? Да, я прилетел шесть месяцев назад, думаю. Месяц назад? Да, да. Шесть месяцев. Шесть месяцев назад. Да. Что для вас было самым незабываемым, удивительным в нашей стране? Я думал, что люди очень холодные, потому что во Франции, что я слышал, русские люди очень холодные. Замкнутые. Да, но это неправда. Здесь я... Встретили гостеприимно. Да, да, очень. Да. Люди очень приятные здесь. А если говорить о девушках, вот вы знаете очень хорошо француженок. Встретили русских девушек. Чем отличаются? Русские женщины и французские женщины похожи, потому что они очень сильные люди. Но во Франции мы, мужчины, любят, когда девушки решают что-то, потому что где вы хотите, не знаю, сходить, не знаю. Мы любим, когда они решают. Но здесь наоборот тоже. А вот на ваш взгляд, какими еще качествами должна обладать, скажем так, идеальная девушка? Идеальная девушка. И все-таки у кого таких качеств больше? У француженок или у представителей России? Идеальная девушка должна быть смешная и добрая. А готовить должна уметь? Готовить... Нет, потому что мне нравится очень готовить. А француженки вообще хорошо готовят? Да, конечно. Я думаю. Тем не менее, вы уже шесть месяцев живете в России. Да. За... Я понимаю, наверное, для вас это 1-8 марта? Да, конечно. Планируете как-то его отмечать? Коллег поздравили с предстоящим праздником? Конечно, цветы, шоколад. Я дал Наталье шоколад. И да, цветы тоже я буду. И для всех женщин, которые я знаю, я буду дать подарок. Я думаю. Ну а вообще, вот какие сейчас уже ощущения от этого праздника? Нравится, не нравится или еще пока нет? Да, мне нравится. Это очень необычно для меня, потому что, когда я был в магазине, там было много людей. Все покупали цветы и шоколады. Необычно, но это, да, это интересно. Денин, ну и в заключении нашей беседы, пожелания женщинам 8 марта? Я желаю женщине хорошие праздники, хороший праздник, хороший праздник и много... много подарков. Ну, не могу попросить, еще раз пожелания, но теперь на французском. Я желаю вам счастливого праздника и много счастливого праздника. Денис, спасибо большое, что вы были в нашей студии. Спасибо. И на этом все. Хорошего дня.